Полный цикл производства, добыча зверя, раздел катуши и продажа полуфабрикатов. Такой дополнительный бизнес придумали для себя двое предпринимателей из Бобруйска. Внимание инспекторов природы охраны этот дуэт привлек еще задолго до задержания. У оперативников появилась информация, что некто на Бобруйском рынке торгует мясом диких животных. Причем происхождение товара весьма сомнительное. Параллельно в лесах Кировского района егеря все чаще стали находить останки убитых зверей. И вот накануне госинспекторам удалось установить связь между двумя фактами и даже найти подозреваемых. Тему продолжит Юрий Шевчук. В лесах Кировского района сотрудники природы охраны отправились после того, как на рынках Бобруйска появилось мясо весьма сомнительного происхождения. Двое мужчин продавали полуфабрикаты из лося. Причем никаких сопроводительных документов у продавцов не было. Оперативники предположили, что брали свой товар предприниматели именно в лесах Кировского района, где егеря стали находить останки убитых зверей. В Кировском районе у деревни Борки сотрудники нашей Бобруйской инспекции задержали двух нелегалов, которые перевозили на автомобиле УАЗ мясо лося. В кузове автомобиля находилось более 10 мешков с мясом Сахатова, весом 150 килограмм. Позже госинспекторы нашли и место, где был застрелен и разделан лось. Там же были обнаружены и останки Сахатова зверя. На следующий день защитники флоры и фауны более детально исследовали местность и нашли следы еще одного факта браконьерства. В этом случае также был застрелен лось. Пока связывать эти два случая правоохранители не спешат, но не исключено, что все выстрелы были сделаны из одних и тех же ружей. Несмотря на то, что все улики были против задержанных, те не спешили признавать свою вину. Якобы мясо они просто нашли. Но позже выяснился еще один факт, который окончательно убедил госинспекторов в вине подозреваемых. Два незарегистрированных ружья, которыми охотились нелегалы, были найдены на даче у одного из них. Деревня расположена недалеко от того места, где дуэт и был задержан. Вероятно, после охоты браконьеры заезжали на дачу, где и оставили охотничьи снаряжения. Но это лишь версия. Полную картину произошедшего будут устанавливать специалисты. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. Сезон охоты на Сахатова и других крупных зверей начался 1 октября. Установлены четкие правила. Но, к сожалению, для браконьеров они не писаны. Поэтому, несмотря на похолодание, для госинспекторов эта пора по-настоящему жаркая. Закончится сезон охоты на лося 31 декабря. Юрий Шевчук, Юрий Сахадзе, Зона Икс.